всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин какой же подарок небес вас ожидает как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и смотрим каких энергиях вы пребываете так ох как же вам одиноко абсолютнейшая знаете вот энергетика одиночества идет у некоторых может быть да такое любовное развлечение периодически проигрываться но тем не менее я не вижу вот какой-то вот вашей второй половинки вот вы себя как будто знаете вот как в добровольное заточение закрыли у некоторых может проигрываться что вообще нет настроения у некоторых может также проигрываться что это такое знаете сродни даже депрессии какой-то то есть в разной сфере это может проигрываться также смотрите эта ситуация когда вот не хочется вообще никуда ходить дом работа дом работа принципе я смотрю уже но в ни в одном раскладе вот было такое вот настроение у вас проигрывается ну в общем то если судить потому что мужчины обычно у меня на канале такие разведенные до холостяки которые переживают я это сужу по вашим и комментариям да то в принципе потому она так и выпадает часто да может быть некоторые удивляются что вот из расклада в расклад какие-то ситуации переходят ну в общем то это нормально потому что смотрят в основном холостяки да которые пережили какие-то трагедии любовные потому ну так все и проходит смотрите вот вы такой человек очень настырно я бы сказала что вы будете и вагоне в пламя и вагоне в воду да вы настолько целеустремленный вот очень это хорошая такая черта которая далеко не всем присуща вот вы человек слова вот как вы сказали вот если вы пообещали вы это будете делать чего бы вам это не стоило потому что если вы не придержитесь своего слова но это как бы уже не по-мужски да вот это может идти даже родом из детства ваше воспитание у вас в общем то деньги есть но вы готовы к новым начинанием тем более что вы стоите на пороге перед каким-то вот новым важным для вас периодом почему вот у нас даже и и называется так какой подарок небес да вот вам уготован вот реально и у нас сразу вот выпало да вот вы стоите на новом этапе жизненном причем я бы сказала что вы не очень-то верите в эти перемены вот есть у вас доля сомнения может также проигрываться что вы как-то вот ну совершенно по-другому начали смотреть на жизнь вот из-за вот этого вашего какого-то состояния да давайте-ка посмотрим вот все-таки почему это состояние ну здесь такое с родни болезненному саду понятно что из-за женщины о чем же говорить еще вот такой вот видите болезнь заточение ну то есть вот эти ваши все негативное состояние они связаны с женщиной конечно же это либо же развод расставание скандал и все такое поэтому смотрите после вот этого периода вашего негативного у вас теперь как будто поменялось вообще жизненное восприятие может проигрываться у всех по-разному смотрите кто-то стал больше ценить одиночество вот кто-то из вас да у других же может проигрываться что вы как-то ну я же не знаю как же это выразиться правильно чтобы никого и не обидеть ну как-то может быть безбашенно в чем-то начали жить да я имею ввиду без каких-то заморочек вот если как-то вы вкладывались раньше вот женщину в семью ну более серьезный что ли вы были сейчас вот вы могли стать но более таким легковесным что ли да решили пожить для себя и будь что будет вот какой-то такой вот приблизительно настрой да вот вы да вы смотрите в будущее принципе но как-то особо и не хочется ничего но тем не менее вот такое вот смятение чувств важно вас да так давайте-ка посмотрим какой же подарок небес вам уготован смотрите еще какой-то период будет у вас довольно такой активный именно вот финансовом плане он настолько будет активной что вы я думаю будете очень так с одной стороны вы будете довольны тем что у вас финансовое положение очень хорошо поправится даже у некоторых кстати может проиграться что вы будете выбирать в работе да вот могут быть разные предложения по работе вы может быть будете думать куда перейти куда лучше куда выгоднее да ну то есть очень такой активный период и денежек вы довольно неплохо заработаете за этот период но опять же смотрите на вашей жизни появится новая женщина да давайте-ка посмотрим причем женщина которая может привести к реально к новой семье давайте-ка посмотрим что же это за женщина что же это за подарок она появится когда вот вам будет еще грустно я не могу сказать что вы прям полностью отойдете на момент знакомства что вы полностью отойдете от своих вот этих каких-то грустных мыслей может быть сомнений да будет у вас перед знакомством знаете вот какой-то такой может быть день может быть несколько дней у кого-то проиграется ну довольно депрессивный вот почему-то будет упадок вообще настроение это может быть по-разному связь бывает знаете вот нахлынет вроде бы ни с того ни с сего вроде бы и более-менее хорошо все но что-то нахлынуло настроение нет и все и вот незадолго до этого знакомства у вас будет вот такое вот ну не очень настроение когда вот вы познакомитесь будут поначалу некоторые сомнения это связано и с вашим общим таким вот настроением депрессивным да вы будете сомневаться вообще а надо ли а стоит ли да а получится ли вот вы начнете сами себе накручивать выносить мозг вот такие одни очень радужные мысли да просто по той простой причине что вот как-то ну не очень весело вам будет да но от чего веселиться какие отношения когда грусть печаль тоска в душе поэтому очень вы так настороженно отнесетесь причем это может еще проигрываться даже по работе что-то связано вот знакомство может быть вы работали раньше с этой женщиной ну как-то особо не пересекались может быть у кого-то это проиграется вы в командировку поедете ну то есть это может быть вот реально знакомство связанное с работой причем знаете вот эта женщина это любовь которая вот любовь которая появится в вашей жизни она реально вот поставит вас как будто на ноги вот она станет вашим душевным лекарем но это будет не сразу потому что вы как я уже говорила будете сами себя накручивать не доверять это нормально это я думаю это в вашем характере вот это опасение сомнения да хотя ну посмотрите ну снова но из расклада в расклад у нас выпадает что вы император ну ребят то император ну никак не может опускать руки ну согласитесь но никак не может опускать как бы тяжело не было да вот у этого императора состояние спасите помогите да но я имею ввиду моральное состояние у некоторых из вас может реально пошатнуться здоровье да вот из-за вот этих вот переживаний поэтому берите себя в руки у вас на кону стоит новая любовь новая любовь запомните это не накручивайте себя вот этими ненужными мыслями потому что как я уже говорила вот этими страданиями но вы ничему не поможете кроме как навредите себе вот прежде всего вашему здоровью знаете есть хороший такой психологический трюк когда-то он даже мне помог свое время я уже не помню по моему я рассказывала в одном из своих видео тоже у меня был довольно непростой период я пришла просто к своей одной знакомой она тоже психолог но она уже с очень большим стажем уже там чуть ли не на пенсии и вот мы разговаривали она мне говорит фразу а что изменится от твоих переживаний вот ту же фразу я сейчас говорю вам и вот она мне говорит вот представь вот ты стоишь на остановке да вот ты опаздываешь на работу автобуса все нет и нет вот подумай ты начинаешь переживать нервничать да ты опаздываешь тебе может попасть от начальника автобуса нет но ведь от твоих переживаний он быстрее не приедет ну правда ведь и как-то вот знаете ну просто по волшебству какому-то с тех пор вот эта фраза у меня не выходит из головы и теперь когда у меня какие-то вот проблемы понятно что все мы живые люди конечно все мы периодически нервничаем но вот когда я начинаю тоже как-то себя в чем-то накручивать я сразу вспоминаю эту фразу и думаю стоп а что изменится да вот я буду нервничать но ведь ничего я не поменяю только себе хуже сделаю точно так я и вам говорю это старайтесь ну не выносить сам сами себе мозг абсолютно от этого ничего ничего не изменится понятно что среди вас есть такие которые очень впечатлительные мужчины очень ранимые да хотя тем более я вижу что и женщины начали снова подписываться на мой канал поэтому довольно непросто конечно пережить развод ну просто сядьте и подумайте вот именно умом поймите что изменится от того что вы будете переживать может быть бывшая к вам прибежит нет может быть она позвонит вам от ваших переживаний нет может быть вы помиритесь нет и вот вам нужно просто это понять вот именно умом понять нервные клетки не восстанавливаются поэтому смотрите вас ждет впереди любовь но любовь это будет у вас как бы знаете вот осознанная выстраданная вы будете очень штыки ее поначалу воспринимать очень не доверять будете что же будет дальше вот куча сомнений опасений вот у вас реально может развиться знаете вот какое-то либо же нервно-психическое заболевание если вы будете сами себе мозг выносить будет очень непросто у вас будет знаете поначалу такое недоверие к женщине что вы чуть ли не из-за угла будете следить за ней вы будете как-то вот кто-то телефоны может проверять да вот выслеживать кто-то я не знаю там соц сетях может быть странички просматривать переписки ну то есть это своего рода такая паранойя это ненормально давайте посмотрим к чему же приведет это любовь морковь что же будет дальше а дальше вы таки прозреете а дальше уже вы будете бояться потерять эту женщину а дальше вы поймете что это именно та без которой вы не можете да у нас туз кубка выпал это новая любовь новое начинание да без этой любви вы своей жизни уже не будете мыслить это будет через время через какой-то периода вот поначалу это будет сомнение но потом вы начнете молиться на эту женщину вот потом это будет реально как ваш подарок небес вот вы будете ее воспринимать она очень добрая эта женщина вот даже вот энергетика да вот идет от расклада я очень тонко чувствую энергетику вот некоторые удивляются вот что у меня довольно необычные расклады да потому что я не только вижу таро я еще считываю информацию с пространство я считываю то есть у меня она все вместе идет я не просто таро читаю поэтому это знаете вот ну добрячка это женщина которой можно мечтать именно вот как о жене как о женщине на которую можно положиться которая может поддержать которая станет ну вот реально вашим светом в окошке вот без нее вы реально вот просто вы не будете мыслить своей жизни это реально ваш подарок небес вот подарок без которого все вы знаете вас даже могут мысли посещать что без нее я не смогу вот без этой вот любви да вот я не смогу вот к чему приведут ваши сомнения да вот они приведут все равно вас к любви вот если вам суждено быть то вы будете по любому с этой женщиной и уже после того как вы прозреете да вот как вы поймете что это именно то уже вы начнете вкладываться и в нее и в эти отношения да вы сами будете и подарки дарить вы будете мчаться к ней это будет именно та женщина о которой вы вот мечтали да вот она как-то знаете своим появлением она как будто вот прогонит все вот эти ваши негативные мысли вот они уйдут посмотрите у вас сколько вот ворон у нас здесь да у вас полно негативных мыслей в по жизни вообще и любитель накручивать себя и сами себе мозг выносить и это все с появлением этой женщины это все уйдет в прошлое да вот как будто черная полоса отодвинется и начнется светлая да вот посмотрите она как фея да вот как добрая фея и здесь уже вы будете готовы на нее молиться задаривать ее подарками и любить как только можно и нельзя вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока